В апреле 2012 года научный мир взорвало сенсационное открытие немецких палеонтологов. Сравнивая череп неандертальца с черепом современного человека, ученые были ошеломлены, обнаружив, что размер мозга первобытного человека почти не отличается от мозга человека разумного. Этот факт поставил ученых в тупик, ведь долгое время считалось, что у гомосапиенс теменная и височная доля головного мозга развиты гораздо больше, чем у наших далеких предков. Что касается черепной коробки индертальца, то тоже нельзя сказать, что он сильно отличается от нашей черепной коробки. А вот конкретно как он был устроен, и понимаете, здесь получается очень странная вещь, что выживает не наиболее сильный, а наиболее хитрый. А хитрый, он как правило слабый, потому что сильным хитрость не нужна, понимаете. Более того, ученые выяснили, что по строению мозг человека разумного мало чем отличается и от мозга других животных, и даже насекомых. Человек не просто мало отличается от неандертальца в своем развитии. Человек недалеко ушел от улитки. Улитки простенькие. И человека. Оказывается, что форм поведения одни и те же. Вот есть четыре основные формы поведения. Оборонительная реакция, пищедобывательное поведение, сексуальное поведение, необходимое для размножения, и исследовательское. Это вот самое такое непонятное. Так что же сделало человека первобытного человеком разумным? Чем уникален наш мозг? Где хранится наша память, и можно ли ее стереть? Как проникнуть в свое подсознание, и насколько безграничны его возможности? И почему именно мы, а не улитки, выиграли место на вершине эволюционной пирамиды? Несколько лет назад, во время раскопок на юго-западе Армении, археологи нашли череп первобытного человека, возможно, древнейший из известных. По предварительным данным, ему 6 тысяч лет. В черепе ученые обнаружили остатки высохшего, но хорошо сохранившегося мозга, на поверхности которого остались даже кровеносные сосуды. Изучая уникальную находку, ученые обратили внимание на необычный факт. Один отдел мозга у древних людей был развит значительно больше по отношению ко всем другим отделам, и отвечал он за интуицию. Так появилась невероятная гипотеза о том, что наши древние предки обладали сверхспособностями. Они не могли делать самолеты и летать в космос, зато понимали язык животных и птиц, предчувствовали катастрофы, точно предсказывали, какая будет завтра погода и откуда выбежит мамонт. В работе мозга, наверное, самое удивительное – это способность к изменению. Способность изменяться, способность адаптироваться к изменяющимся. Не важно, что это – социальная среда, бытовые условия. Вот, собственно, человек стал человеком из-за способности мозга изменяться. Благодаря именно этой способности нашего мозга человек прошел долгий путь эволюции от аборигена, живущего в пещере, до офис-менеджера в уютном кабинете. Однако, чем больше становился мозг человека разумного, тем меньше у него оставалось способностей, которые, по мнению ученых, были заложены в нас самим создателем. Дальнейшие исследования показали, что у современных людей отдел головного мозга, отвечающий за интуитивную связь с природой, практически не развит. Этот факт дал ученым повод для невероятной теории. Эволюция закрыла человечеству канал, по которому мы могли бы общаться с природой и получать знания от высших сил. Когда мы живем в сотовом телефоне, в городе, вы знаете, мы отходим от природы, и мы теряем некую частичку энергетики природы. И я думаю, что это все блокирует наше сознание, блокирует нашу интуицию, блокирует все наше, вот знаете, наш внутренний голос. Мы не слышим Бога внутри нас. Однако ученые не исключают, что и сейчас среди людей рождаются те, кто способен слышать язык животных и птиц, и кого природа наградила даром предвидения. В природе человек очень много преграда награждает человека даром видения. Я видела, какое дерево может выжить, а какое дерево может, как вам сказать, не справиться, погибнуть. Я знала, какой ягненок выживет, а какой может умереть. Я помню, у меня дедушка, мы выходили на поле, и там паслись несколько лошадей красивых. И вы знаете, лошади сами по себе вздрагивали. И дед говорил, что лошади слышат стоны ада подземная. Быть может, это некие тонкие энергии они видели, слышали. И что интересно, я тоже слышала. Долгое время ученые не могли найти доказательства своей теории, и лишь недавно в ходе исследований они выяснили, что в мозге человека есть маленькое менделевидное образование, которое, как предполагают ученые, и отвечает за предсказания. Мы действительно ей все меньше пользуемся, а стараемся объективизировать, точно знать. Тут больше, тут меньше. Это правильно с некоторых точек зрения, но активируются при этом разные области мозга, и в разной степени. Если это, например, на обычном магнитно-резонансном томографе смотреть, человек, который применяется интуитивно, у него будет совсем в других областях загораться, активироваться мозг. Иными словами, интуицию можно натренировать. Более того, ученые считают, что человек получает предсказания от собственного мозга по множеству раз в день. Мы догадываемся, кто звонит по телефону, когда придет долгожданный автобус, сумеем ли мы успеть на работу, и стоит ли брать с собой зонт. А недавно российские исследователи окончательно поставили точку в этом вопросе. Проведя уникальные эксперименты, они выяснили, какой отдел человеческого мозга отвечает за предвидение. Участникам эксперимента предлагали просмотреть несколько слайдов. В определенный момент экспериментатор выключал монитор и просил испытуемых предсказать, какой слайд появится в следующем. Именно в этот момент приборы фиксировали, какая из областей головного мозга наиболее активна. После чего просмотр возобновлялся. Результаты эксперимента поразили ученых. Им удалось установить, что несколько участков среднего мозга, в том числе черное вещество и полосатое тело, начинают активно работать, когда человек пытается что-то предугадать. Более того, ученые поняли, что постоянная практика и эксперименты могут развивать эти уникальные способности. Любой обезьяне высокого уровня, гоминида, типа шимпанзе, если показать табличку вот такого размера, и там будет 11 крупных точек, а на соседней 12, и ее научить, что если она выберет там, где больше едать банан, она это делает за доли секунды. Показывайте две таблички, и за доли секунды она сразу нажимает лампочку слева или справа, всегда стопроцентно выбирает больше. Если вы покажете это вот просто любому человеку, он начнет считать. Последнее исследование дает ученым возможность предположить, что когда-то на Земле все люди были ясновидящими. Они умели общаться с высшими силами, могли лечить взглядом или передавать мысли на расстояние, однако со временем мы утратили эти знания. Но, возможно, благодаря последним научным открытиям, в недалеком будущем экстрасенсорные способности снова станут доступными человечеству. Однако некоторые исследователи считают, что уже слишком поздно, и нашу цивилизацию ждет совсем другая участь. Человек, который все время живет, чтобы насытиться и наесться, что он уже как паразит, он как раковая опухоль Земли становится. И сейчас очень много в планете пойдет чистка людей. Сейчас проснутся две страшных заболевания, которые люди будут думать, как же это, и будут быстро уходить из этого мира. В ноябре будут открываться три таких, знаете, очень адских планет, которые очень много душ, которые где-то в вакууме держатся, они будут или уходить туда, или возвращаться на Землю. Если вот сейчас эти планеты неправильно откроются... Что это за планеты и чем они грозят человечеству, предсказать трудно. Но некоторые исследователи считают, что таким образом природа и высшие силы пытаются предупредить человечество об опасности. Нам остается лишь уловить этот сигнал. И ученые считают, что людям это под силой. Совсем недавно исследователи обнаружили древние рукописи, в которых сохранились рисунки человека с третьим глазом. Более того, есть свидетельство того, что античные философы верили в существование третьего глаза и считали его органом связи с высшими силами. Леонардо да Винчи, который всерьез занимался анатомией и препарировал множество трупов, утверждал, в голове человека есть связанные с глазами особые сферические зоны. Одну из них он назвал камера здравого смысла. По мнению великого ученого, именно там обитает наша душа, и именно эта зона отвечает за общение с Богом. На Востоке, во время сакральных обрядов, между бровей до сих пор рисуют глаз или точку. Она символизирует окно, сквозь которое в нас входит поток космической энергии. Существует три расы человечества. И предсказания, и сказания, видения, я думаю, это даётся, если у человека очень внутренние, высокие энергии, высокие частоты. Придёт время, когда люди будут определять, у кого какая частота, на сколько километров она действует. Только тогда люди поймут, что такое ясновидение. А так многие люди в это никогда не будут верить, потому что человеку с низким сознанием это никогда не понять. Как показали последние медицинские исследования, третий глаз был и у человека. Его зародыш вместе с хрусталиком, фоторецепторами и нервными клетками образуется в районе промежуточного мозга у двухмесячного клада. Но потом перестаёт развиваться и превращается в эпифис. Это крохотное, весом меньше полуграмма зёрнышка, запрятанное в самую глубину головного мозга. Но самое удивительное в том, что эта железа очень подвижна. Она способна вращаться, подобно глазу, и даже улавливать свет. Играя роль своеобразных биологических часов, она руководит сменой сна и бодрствования. От неё зависит продолжительность нашей жизни. Гормоны, которые эпифис вырабатывает, отвечают за омоложение клеток организма. Однако учёные убеждены, что это далеко не все функции загадочного третьего глаза. Последние исследования доказывают, что именно эпифис контролирует все процессы, происходящие в мозге. Более того, в нём расположена так называемая зона погрешности мозга. Ведь, как выяснилось, даже самый совершенный орган в теле человека способен на ошибки. Это спальня Грейс. Она называется «Безопасное пространство». Здесь в основном отражающие стены. Я открою вам дверь, и вы сможете увидеть, что она в абсолютной безопасности. Эту малышку зовут Грейс Риддал. Ей всего пять лет. Родители никогда не оставляют дочь одну, ведь каждую секунду она может нанести себе смертельную травму. Грейс может порезать руку, может наступить на гвоздь, может даже откусить себе кончик языка и ничего не почувствовать. Уникальная особенность этой девочки до сих пор остаётся загадкой для учёных всего мира. Дело в том, что Грейс вообще не чувствует боль. У неё очень высокий болевой порог. Она может сильно удариться и даже не почувствует этого. Я боюсь отвлечься даже на минуту, потому что она может упасть, и я не сумею вовремя ей помочь. Грейс страдает редчайшим заболеванием. Её мозг совсем не восприимчив к боли. Более того, у Грейс практически отсутствует инстинкт самосохранения. Если я не держу её за руку, она может просто выбежать на дорогу и даже не испугается. Если она видит, что приближается машина, она просто не осознаёт, что это может быть опасно. Учёные бьются над созданием вакцины от страха. В СССР создавались секретные лаборатории, где проводились опыты, целью которых было создание сверхчеловека, лишённого чувства боли. Бесстрашного, способного пойти на всё ради великой цели. Каким-то непостижимым образом подобная программа была заложена в голове этой маленькой девочки. Грейс практически не спит. Словно к новорождённому ребёнку, родители вынуждены приходить к ней по шесть раз за ночь, чтобы успокоить и уложить ещё хотя бы на пару часов. Раньше она буквально кричала и билась головой, так расстраивалась из-за того, что не может спать. И знаете, хотя мы были вымотаны и очень уставали, мы на самом деле не испытывали жалости к себе, потому что это должно быть ужасно для крохотного ребёнка, когда она не может спать. Таких, как Грейс, по всему миру не больше ста человек. Но учёные до сих пор не могут понять, почему их мозг не реагирует на болевые сигналы. Долгое время наука не могла даже диагностировать это загадочное заболевание. Однако последние исследования показали, что в мозге таких детей нарушаются причинно-следственные связи, отвечающие за болевые ощущения. Но объяснить, почему так происходит, учёные пока не в силах. Если я даже на минуту выпущу её из виду, она тут же создаст для себя опасную ситуацию. Например, сегодня она отправилась играть и просто расцарапала себе ноги в кровь. Родители Грейс знают, что болезнь неизлечима. Они живут в надежде на то, что учёные смогут разработать прибор, который поможет исправить генетическую поломку в голове этой девочки. Однако все разработки пока на стадии идей. Если бы у нейрохирургов, как у электриков, появился прибор, который в спутанной сети проводов был способен найти слабое место, проблема была бы решена. Но мозг человека – это 100 миллиардов нервных клеток. Количество связей между ними бесчисленное. Проще посчитать атомы во Вселенной. Получается, что искать причину нарушения связи в головном мозге – это всё равно, что искать иголку в стоге семян. Мы не всё знаем о мозге. Далеко не всё. Это одна из самых главных загадок, одна из самых главных проблем 21 века для науки. По крайней мере, так сформулировано в западной науке, что мозг – это вот то, что сейчас нужно исследовать. Наука доказала, что наш мозг – это наш биологический процессор. И что программы, заложенные в нём, можно изменять. Но как создать искусственный интеллект, подобный человеческому? Уникальную программу, способную проникнуть в самые дальние уголки нашего подсознания и исправлять ошибки, допущенные природой. У нас 10 миллиардов плюс-минус порядок, то есть от 1 до 100 миллиардов нейронов. Так. Скорость взаимодействия между ними 1400 метров в секунду, приблизительно, 1500. Ну, типа звука в воде. Вот каким образом при столь низкой скорости взаимодействия они могут работать совместно, самоорганизовываться? Понимаете? Это вопрос, на который никто не может ответить сейчас. Вот каким образом происходит самоорганизация нейронов при таком низком уровне быстродействия? И достигается такое фантастическое быстродействие самого мозга. Долгое время ученые пытались ответить на этот вопрос и лишь недавно приблизились к разгадке. Изучая историю великих открытий, исследователи заметили необычную закономерность. Практически все гениальные научные открытия совершались спонтанно, а не путем долгих и кропотливых вычислений. Что-то всегда подталкивает гениальное решение. Эту божью искру мы называем озарением. Но что такое озарение и как оно возникает в нашем мозге? В поисках ответа ученые выдвинули сенсационную версию о том, что мозг человека может работать гораздо быстрее человеческой мысли. И именно в момент этой интенсивной работы к человеку приходит озарение. Неужели мозг этих гениев это ошибка природы? Долгое время было принято считать, что гениальность зависит от количества извилин и веса мозга. Однако последние исследования не подтверждают эту теорию. Более того, для некоторых изобретений гениальным ученым хватило всего части мозга. Например, Пастер, который сделал значительно гениальное открытие, он их сделал одной половиной мозга. У него был инсульт, и вторая половина мозга у него была поражена. Тем не менее, он все гениальные открытия сделает наполненный мозг. Если были бы центры такие, то маловероятно, что он мог бы делать эти открытия. То есть мозг это не центр, это система. Система вот такая вот с исходно работающих слаженных, точнее, работающих нейронов. Но почему мозг обычного человека не способен на подобное озарение? Есть ли где-то у нас в голове рычажок, дернув который мы сможем совершить прорыв? Вот вопрос, который мучает ученых уже многие сотни лет. Для поисков ответов еще в СССР создали специальный институт, где собрали целую коллекцию выдающихся мозгов. Революционеры, ученые, писатели. Казалось, что ответ кроется в их уникальном мозге, но ничего отличающегося от мозга обычного человека ученые не обнаружили. Западные исследователи тоже периодически извлекают из запасников мозги гениев. Прежде всего Эйнштейна, его мозг прошел уже неоднократный анализ, но с тем же успехом. Если взять гениев, то это просто поломка мозга. Это вполне известная вещь. Почему? Ей не может себе представить то, что не может себе представить нормальный человек. Например, Нейсбор представил себе, что электрон вращается вокруг атома и не излучает. Эйнштейн представил себе, что пространство не плоское, а кривое, изогнутое. Продолжая исследование, ученые обратили внимание на еще одну странность. Оказывается, большинство гениальных открытий в математике и физике были совершены в возрасте до 35 лет, а дальше ничего. Но с чем это связано? Пытаясь ответить на этот вопрос, ученые выдвинули сенсационную гипотезу, что в нашем мозгу действует четкая программа по предотвращению ошибок, которая запрещает нам выходить за рамки уже наработанного опыта. иначе человек каждый день заново совершал бы одни и те же ошибки. Запоминая опыт и его последствия, мозг делит наши поступки на можно и нельзя. Как только мы начинаем выходить за рамки дозволенного, придумывать что-то новое, мозг сразу дает команду «не может быть». Есть такой механизм, называется детектор ошибок. Он начинает развиваться с детства, у ребенка совсем его почти нет, дальше с опытом приходит, что это делать нельзя, это делать нужно. Вот ребенку вы должны говорить, ты руки вымыл утром, зубы почистил, ах, нет, я забыл. Дальше у вас получается матрица поведения утреннего, скажем, вы чистите зубы, бреетесь, умываетесь. Это работа детектора ошибок, который знает уже, научился как надо. Детектор ошибок это механизм, который в принципе мешает гениальности. Он мешает творчеству, потому что он знает как надо и придумать что-то новое, это значит пойти в разрез детектором ошибок. Это трудно. Именно поэтому принято считать, что все дети гениальны, а все потому, что у них практически не существует порогов дозволенного, они незнакомы с этим понятием, не может быть. Часто дети способны на самое неожиданное открытие, возможность которых ограничена лишь недостатком знаний. Однако ученые установили, что наш мозг устроен так, что к тому времени, как мы приобретаем необходимые знания и навыки, наш детектор ошибок уже успевает надеть на нас шоры, лишающие способности слушать свою интуицию и идти за пределы познанного. И лишь тем немногим, кому удается сохранить в себе ребенка, суждено совершить гениальное открытие. Ведь как говорил Эйнштейн, что все знают, что это нельзя. Находится один, который не знает этого, он делает открытие. Понимаете? То есть в принципе мозг человека это если назвать его основную идею это баланс. Это баланс очень-очень многих сил. И если что-то у вас этот дисбаланс нарушает, то значит вы теряете в чем-то другом. Это отклонение от нормы. Даже само слово, что гений способен сделать то, на что не способен нормальный человек, значит он не такой, как все. Но быть не таким, как все. Это божий дар или приговор? Что происходит, когда мозг сам отключает детектор ошибок? птицу летящую. Это я придумал с головы. Родителям Коли Филиппова не сразу стало ясно, что их ребенок не такой, как все. Мальчик получил в роддоме первую группу здоровья, хорошо прибавлял в весе и развивался в соответствии с медицинскими нормами. Однако, когда он немного подрос, стало ясно, Коля не похож на своих сверстников. Он даже в отличие от многих детей запоминал очень большие тексты. например, Чуковска, я читала ему, Тведорина Горин, как все родители Бармалия. Он все это запоминал тут же и выдавал поэму полностью, прям без запятых, уже в два года. Вот. И при всем при этом он не мог высказать собственные мысли, своего желания никакого, там, просто элементарно попросить пить. Вот. Он говорил моими фразами. Вместо того, что хочу пить, он говорил, хочешь пить? Вот. Моя попросительная фраза. Вот. Хочешь гулять? Мальчик стал часто просыпаться по ночам, его мучили кошмары, он стал все больше и больше замыкаться в себе и со временем вовсе перестал говорить. Единственным способом общения с миром стали для Коли рисунки, которые он рисовал. Не мог сказать, мне не нравится этот человек. Вот к нам однажды пригласили врача очередного. Ну, страшно не понравилась эта женщина, она сидела с нами на кухне, мы там с ней говорили часа три, Коли был один. И когда я пошла наконец его проведать в комнату, то я увидела, что он сидит на кровати, перед ним подушка большая, наша белая, и на ней нарисован портрет этой женщины, которая ему не нравится, с какими-то страшными зубами, огромными глазами, видно, что она страшно, волосы дыбом, и изо рта торчат клыки. Я поняла, что вот это Колина реакция на нее. Потеряв спокойствие и сон, родители обивали пороги больниц и научных центров, пока однажды не услышали страшный диагноз аутизм. Я уже вся в слезах говорю, ну как же так может быть, чтобы ребенок был сумасшедшим, ведь шизофрения это же сумасшествие, вот, это же не может быть, что же мне теперь делать? Они сказали, любите его, вот, все, что вы можете сделать, вот, ну в общем, и давали какие-то лекарства. Тогда о таком заболевании в Советском Союзе практически ничего не знали. Первые центры по изучению этого странного нарушения головного мозга появились в США, где и было установлено, что аутизм это вовсе не слабоумие. Аутизм, ну вот аутизм, это блокада части и избирательное очень четкое совершенно восприятие только чего-то, вот, а часть просто отсутствует, они просто не реагируют, но это не отсутствие возможности восприятия, а это блокада, идущая из центра. Когда мозг развивается, у них есть критические периоды, когда вот формируется определенная структура мозга, устанавливаются связи. То есть все дело, в общем-то, в связях внутри мозга. Невероятно, но интеллект этих детей сохранен. Просто они глубоко погружены в собственный мир, словно в панцирь, который защищает их от всего, что происходит снаружи. Поломка в мозгу Коли Филиппова привела к тому, что грань, отделяющая норму от ненормы, стерлась, и на свет стали появляться настоящие шедевры, которые обычным детям просто не подвластны. У него было послание внешнему миру, вот, и очень, и очень многие его работы, он рисовал город, еще вот, четырехлетний мальчик, молчащим, он рисовал город в перспективе, там ехали машины в трехмерном измерении, то, что обычно маленькие дети не делают. Вот, дети рисуют плоско, у Коли уже был, были улицы Москвы, вот, нарисованы в перспективе, дома, машины, это было совершенно необычно. Многие исследователи считают, что подобные люди наделены сверхспособностями, им доступно общение с тонким миром, и путешествия в параллельные реальности, которые никогда не откроются взору обычных людей. Однако, в поведении таких людей, как считают исследователи, кроется серьезная опасность. Находясь в этом состоянии, человек может навсегда заблудиться в собственном придуманном мире и никогда не вернуться назад. Мы знаем, что любой раздражитель, который раздражает интеллект развиваться, там возникают новые нейроны, какие-то новые связи. Он закрылся, его мозг перестает реагировать на внешние раздражители. Мало того, он закрывается от этих внешних раздражителей, и он начинает не то что деградировать, а оставаться на этом уровне трехлетнего ребенка. И если ребенок оставить в таком состоянии без лечения, то он превратится просто в человека умственно отсталого. Ученые долгое время пытаются нащупать тонкую грань, которая отделяет гениальность от сумасшествия. Однако, пока это лишь попытки. Сложность в том, что мозг гения и мозг шизофреника почти одинаковы, а значит, отследить механизм, который делает из человека или гения, или умалишенного, практически нереально. Но у исследователей все же есть одна зацепка. Последние эксперименты говорят о том, что разгадка может скрываться в полушариях нашего мозга, а точнее, в обязанностях, которые они выполняют. Удивительно, но природа, создав мозг человека, как единый управляющий орган, в то же время наделила его полушария неодинаковыми способностями и обязанностями. Асимметрия наших полушарий до сих пор заставляет исследователей спорить и выдвигать множество самых разных теорий. Многие ученые считают, что именно асимметрия полушарий существенно расширяет возможности мозга, делает его более совершенным. Одно из полушарий более эмоциональное, когда мы просто в целом оцениваем, а второе более абстрактное, в цифровом виде, количественном оцениваем и так далее. И независимости, они оба развиты примерно одинаково. Но, как бы, вот эти свойства, они могут у людей быть разные. Российский ученый профессор Автандил Аданишвили первым в мире доказал, что предугадать действия человека можно потому, как работают два его полушария. Он разработал уникальную программу, которая использует особенности асимметрии наших полушарий, а, соответственно, и лиц, для того, чтобы составить индивидуальный психоэмоциональный портрет человека. И таких уникальных портретов, как оказалось, у каждого человека два. Задача смотреть прямо в объективе, прямо перед собой. Смотрите. Сейчас на ваших глазах мы проведем уникальный эксперимент. Фотография с камеры анализируется специальной компьютерной программой, внутри которой заключены данные зависимости тех или иных черт лица человека от работы его полушарий и, соответственно, особенностей его личности. В результате чего появилась шкала из нескольких цветов, соответствующих тому или иному психотипу. Далее на это изображение наносятся специальные маркерные линии. Здесь несколько контрольных точек. Внутренний угол глаза, внешний угол глаза, середина рта, так вот так называем, социевидный отросток верхней губы, угол рта и максимальный вынос точки крыла носа и угол рта. По большому счету получается небольшое количество этих самых линий. Дальше компьютер измеряет углы между этими линиями. На основе соотношения этих угловых значений он выводит на тематическую модель вашего психического состояния. Вот ваш портрет подготовлен диагностики. То есть узнаете себя, да? Это портрет вашего правого полушария, духовного полушария, это портрет левого полушария, рационально-логический здесь, или жизненный, так называемый. Словно ангел или демон, эти два человека живут в каждом из нас, по-разному влияя на характер и поступки. Если у нас более ярко выражена мимика левой половины лица, то скажем, мимическая или, так скажем, точнее, иннервация мимических мышц левой половины лица выражена более ярко, то, соответственно, доминирует левое полушарие. Если наоборот у нас более ярко представлена мимика правой половины лица, то, соответственно, доминирует правое полушарие. Если эта мимика выражена одинаково неярко на обеих сторонах лица, то значит, что у нас с вами, условно говоря, оба полушария работают синхронно, но не очень интенсивно. И наоборот. Разработчики программы подвергали исследованию лица многих известных людей, преступников, ученых, исторических личностей. И исследования эти только подтвердили теорию ученых. Сейчас перед вами фотография капитана Титаника, Эдварда Смита и его первого помощника Уильяма Мердека, сделанные перед роковым рейсом. Мне стало совершенно очевидно, что Титаник был обречен на какое-то тяжелое происшествие, не обязательно на гибель, но нечто тяжкое с ним бы приключилось в этом рейсе, либо в следующем, если именно эти люди управляли бы Титаником. И Титаник был гарантированно тяжкое корабельное происшествие. Титан Смит находился в состоянии граничной с неуменяемости, а его первый помощник находился в состоянии, которое гарантировало 50% вероятность принятия неправильных решений, особенно в условиях критических. То есть именно такое решение принял первый помощник Мердек, когда был обнаружен айсберг. То есть он принял формально правильное решение, которое было обличено в неправильную команду. И в итоге корабль столкнулся с айсбергом. Уникальная разработка российского ученого позволяет исследователям выдвигать громкую версию о том, что программы, заложенные мозгом, можно корректировать и даже менять. А совсем недавно исследователи сделали еще одно удивительное открытие. Проводя эксперименты с мозгом дельфинов, выяснили, что мозг млекопитающих почти на 300 граммов превышает по весу человеческий и имеет в два раза больше извилин. Более того, в мозге современных дельфинов полушария функционируют отдельно друг от друга. И благодаря этому млекопитающие никогда не спят. В их мозге есть особые клетки – будильники. Когда одна часть мозга хочет отдохнуть, он подает сигнал этим клеткам, и тогда просыпается другое полушарие. Удивительно, но у человека тоже есть подобные клетки. Однако сегодня они выполняют иную функцию. Поэтому долгое время считалось, что человеческому мозгу такое не под силу. Однако исследования последних лет показывают, что в экстремальных ситуациях мозг человека, словно запасной генератор, способен подключать оба наши полушария и использовать их практически на 100%. Но как заставить мозг по команде активизировать сверхспособности? И где пределы человеческих возможностей? Сегодня мозг человека меньше всего изучен. Проблема заключается в том, что увидеть этот орган невозможно до тех пор, пока человек жив. Более того, по мнению ученых, у каждого человека формируется индивидуальная форма мозга. Это как отпечаток пальца, который уникален. Второго такого нет. Но для чего каждому человеку такая сложная форма мозга? К чему такие жертвы? Ведь мы используем его всего на 10% от его реальных возможностей. Ответ напрашивается только один. Существует высшая сила, которая управляет нашим мозгом, защищая от информации и способностей, управлять которыми мы еще не научились. Сегодня ученые не сомневаются, что мозг является самым сложным устройством во всей Вселенной. Ведь еще никому в мире так и не удалось воплотить в жизнь идею создания искусственного интеллекта, который бы хоть немного напоминал человеческий мозг и работал по тому же принципу. Ну, мозг контролирует все системы, все органы, поэтому тут вариантов как бы нет. Включая даже трофические функции на периферии. А совсем недавно научный мир взорвало еще одно открытие. Оказывается, в мозге человека существуют зоны, о которых, как признали сами ученые, до сих пор ничего не известно. Изучая эти участки, нейрофизиологи не смогли найти ни одного рычага влияния. Именно поэтому их назвали зонами молчания мозга. Более того, последние открытия ученых говорят о том, что мозг нам лжет, во всем искажая истинную картину мира. Ведь все, что мы видим в окружающем мире, обрабатывается мозгом. Он нам подсказывает, что трава зеленая, небо голубое, а радуга разноцветная. Но что, если на самом деле окружающий нас мир выглядит совсем по-другому? И мозг нас обманывает. Но зачем? Пытаясь ответить на этот вопрос, ученые выдвинули сенсационную гипотезу, что, если, обманывая, мозг нас оберегает. Но отчего? Быть может, от знаний и способностей, к которым мы пока не готовы? Некоторые исследователи уверены, что мозг – это уникальный передатчик, с помощью которого нашей жизнью кто-то руководит. Но кто? Внеземные цивилизации? Высший разум? Найти ответы ученые пока не в силах. Однако некоторые исследователи считают, что эта информация сохранена, но спрятана глубоко в нашей памяти. Каждый из нас чему-то учится. Мы учимся и запоминаем. Запоминаем на всю жизнь. При этом совершенно точно известно, что это запоминание связано с синтезом новых белков. Вот мы запоминаем что-то, у нас появляются новые белки. Это твердо установлено. И мы помним это всю жизнь. А вот те белки, которые вновь образованы, они через 70 часов всего-то разрушаются почти все. Через 150 часов абсолютно все. Они разрушаются и новые синтезируются. А где же память-то хранится? Этот вопрос даже теоретически пока не ясен. Как можно сделать? Может ли человек обмануть свой мозг? Пытаясь ответить на этот вопрос, ученые выдвинули невероятную теорию. Что если наш мозг воспринимает только тот мир, который видит и знает? И не способен улавливать образы из параллельной реальности только потому, что не подозревает о ее существовании? Может быть, по этим же причинам мы не видим обитателей иных миров, которые не схожи ни с одним запечатленным в нашем мозгу объектом. Вы правы в том, что когда человек видит и воспринимает, то у него есть центр восприятия, то, что называется направленное внимание. И в основном запоминается то, что вот в центре нашего внимания. Цвет, звук, картинка, какое-то изображение. А есть память об обстановке в целом. И ваши ощущения в тот момент. Вы можете вспомнить, было вам приятно, неприятно. Были какие-то раздражающие запахи, или там какой-то свет мелькал, или что-то. Но все это в комплексе. По отдельности вы это не вспомните. Ученые предполагают, что весь запечатленный человеком опыт откладывается в особой зоне мозга. Именно она отвечает за память человека. Память – вот одна из самых таинственных загадок мозга человека. Некоторые ученые считают, что мы запоминаем все, даже то, на что попросту не обращаем внимания. При необходимости мы можем даже активизировать эти воспоминания. Однако все это доподлинно неизвестно. Ведь что такое память, как она выглядит и где хранится – большой вопрос для современной науки. Бывают люди с абсолютной памятью. Это ведь сверхспособность, на которой могут вообще изменивать все практически. Но это же плохо, понимаете? Потому что человек, любой человек запоминает все. Это доказано уже многими исследованиями. Но проблемы заключаются обычно в том, чтобы эту память разыскать. Ну, сейчас, когда у нас гигабайтные диски, это становится понятно. Потому что найти какой-то файл не добавить сложнее, чем его заново написать. А он – это тот человек, который держит все у себя, грубо говоря, на рабочем столе. И это всегда мешает. Способность забывать – способность хорошая. Если вы будете помнить, каждый эпизод свой скандал с женой на всю жизнь – это не будет хорошо для семейной жизни. Можно ли изменить нашу память? Внести в ее программу новые данные или вообще стереть? Залезть в жесткий диск и уничтожить ненужные файлы? Мало кто знает, что подобные эксперименты с памятью человека ведутся военными разведками развитых стран уже несколько лет. Но все они строго засекречены. Однако иногда в прессу просачивается информация об успешных опытах по уничтожению памяти человека. Всего одна вспышка, и человек забыл все то, что с ним произошло. Да, вот эта вот вспышка – это как бы идеал, к чему нужно стремиться. Раз – и стереть. К сожалению, стереть можно, но только все вместе. Понимаете? Стереть можно. Сейчас биохимия памяти довольно неплохо изучена. В общем, биохимия процессов, которые вовлечены в память. Но при этом вы сотрете вообще всю работу мозга. И надо, как бы, человек становится беспомощен совсем. Избирательно попасть в тот участок мозга между теми нервными клетками, где вот локализуются именно вот эти связи. А так как связи у нас, если у человека около 100 миллиардов нейронов, и каждый нейрон около тысячи или 10 тысяч, даже до 10 тысяч, связей с каждым другим. Представляете, астрономическое количество вот этих вот пунктов связи. Получается, что нашу память можно изменять, стирать, но главное – ее словно мышцу можно тренировать. Недавно российские ученые опубликовали сенсационные результаты своих исследований. Оказывается, чем меньше человек реализует возможности мозга, тем быстрее, особенно после 40 лет, происходит угасание его памяти. Потеря это практически неизбежна. Однако, тренируя мозг, этот процесс можно замедлить и даже приостановить. Мозг – это такой же орган, как и все остальные. Есть простой закон упражнения и неупражнения органа. Если вы не тренируете какую-то способность мышечную или способность воспринимать, анализировать, то эта способность резко ухудшается и довольно быстро. Так же, как и мышечная масса. Если вы, например, не ходите, за пару месяцев у вас мышцы, ну, не полные атрофии, но очень сильно, так сказать, уменьшаются просто в объеме. Человеческие возможности уникальны. Наш мозг работает 24 часа, 365 дней в году. Он начинает свою работу, пока зародыш находится еще в утробе матери и умирает самым последним в нашем теле. Мозг совершенен, и повторить его невозможно. Человек думает, что научился умело пользоваться мозгом, но в реальности именно мозг руководит человеком. Именно поэтому современные ученые ставят под сомнение теорию случайного преобразования нервных клеток в такой сложный орган. А это значит, что наш мозг и мы сами можем быть результатом деятельности высшей силы, о которой человечеству ничего не известно. И, возможно, наступит момент, когда, разгадав тайны нашего мозга, мы познаем самую главную истину, откуда произошел сам человек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok